Итак, первый важный момент в посадке на велосипеде это правильная установка ваших тормозных ручек. При правильной настройке палец на тормозной ручке должен быть в одной линии с предплечьем и плечом. Если ваши тормозные ручки слишком низко, то во время езды весь вес вашего тела будет приходиться на вот эту часть руки и она будет болеть. Простите, я немного устал, видимо вчера было многовато пива вечером. Если тормозные ручки будут установлены слишком высоко, то вы заблокируете свои запястья и не сможете рулить на технических участках дороги. Это важно для всех вас, это первый шаг на пути улучшения своих навыков. Очень важно кататься все время с пальцем на тормозной ручке. Даже если вы катаетесь по ровной местности, как здесь, важно иметь возможность вовремя остановиться, если вам выскочит на дорогу кто-нибудь. Итак, следующая вещь, которая важна, это, я смотрю, многие используют тут педали топталки. Так вот, в педалях топталках очень важно иметь правильную позицию вашей ноги и особенно стопы. Основание большого пальца должно как бы быть сверху над осью педали. Вот так вот примерно. Это лучшее положение для правильного контакта вашего ботинка с педалью. Потому что в этот момент у нас свободен голеностоп и мы можем с ним работать. Вот так вот примерно. Я могу немножко опуститься, подняться на педалях. Это важный момент, чтобы как бы плавно перетекать через сложные участки вроде камней или корней. Если я, к примеру, передвину ногу на педали сантиметра на 4 вперед, то это обездвижит мой голеностоп и он перестанет работать. Также, если кто-то едет по технически сложному участку и расставляет вот так вот широко колени, это тоже неправильно. Потому что слишком сильно подвижный байк становится под вами. Ваши ботинки и ваши колени, ноги должны как бы быть направлены по ходу движения вашего байка. Кто-то может не знать о том, как ставить ноги на педали или какое должно быть положение коленей во время езды. Поэтому очень здорово, когда вы катаетесь группой, вы видите друг друга и один другому можете подсказать свои ошибки. Следующая важная вещь – это позиция на байке. Мой никнейм – это Криппл, калека. Катаясь по трейлам, важно ездить немного согнувшись, как калека. То есть вот ваша обычная позиция. А немного согнувшись, вы сгибаете ноги и руки одновременно, чтобы опуститься вертикально. Например, на 10 сантиметров согнули ноги, то точно так же на 10 сантиметров нужно согнуть руки. И это должна быть начальная позиция для любого технического участка. Не делайте вот так вот. Это плохо. В таком положении не получится, сгибая руки, разместить свой вес точно по центру байка. Ваше туловище, его основной вес должен находиться посередине велосипеда. Мы работаем с вот этой вот частью тела, так как она самая тяжелая, самая тяжелая часть нашего тела. Здесь не так, как в езде на мотоцикле, где мотоцикл намного тяжелее вашего тела, и вы все время как бы следуете за мотоциклом, за его весом. А сейчас мы должны работать с весом нашего тела, так как он намного больше веса байка. Байк как бы должен двигаться вокруг вас, а не вы вокруг байка. Здесь как бы вы командуете, а не байк. Вы босс, а не байк. И теперь можно поговорить немного о поворотах, конкретно о положении тела во время поворотов. Большинство поворачивает вот так вот. Это неправильно. Почему? Потому что каждая покрышка создана из эластичного материала, и у нее есть шипы. Каждый шип, вы можете видеть, иметь такой разрез, и когда вы идите прямо и тормозите резко, то этот разрез, эти разрезные шипы начинают работать как два отдельных шипа, и увеличивают в два раза сцепление. Если я поворачиваю по старинке, мой вес тела вот здесь вот находится, и кольцо соскальзывает. Так что мне нужно нагрузить вот эту вот часть покрышки и получить больше сцепления. И как это сделать? Ну, для начала нам нужно принять позицию, которую мы изучили до этого, нам нужно сутулиться, скрючиться и распределить вес таким образом, чтобы загрузить переднее колесо, чтобы шипы покрышки начали работать. Вес должен приходить вот сюда вот. Если же вес моего тела будет вот здесь вот, то колесо просто соскользнет. Еще один важный момент во время поворотов, это то, что ваша внешняя педаль, педаль, которая находится снаружи во время поворота, должна быть внизу, и весь вес вашего тела приходится на эту педаль. То есть вы скрючились, согнулись, и весь вес приходится на внешнюю педаль. Вы должны пригибаться таким образом, чтобы ваши соски как бы смотрели на вынос руля. Вот примерно вот так вот. И если у вас такая позиция, вы сможете свободно рулить, поворачивать, не стесняясь в движениях. Но отклоняясь назад, вы как бы замыкаетесь, а руки вы не можете рулить и правильно управлять байком. Вы должны пригибаться, как можно ближе, ближе к рулю. То есть вы согнулись, перегнулись к рулю, перенесли вес на внешнюю ногу, а нога внизу. Понятно? Вот так вот. Вот так вот. И возвращаемся обратно. Пробуйте. Продолжение следует... Продолжение следует...